Святой Дух, Дух Истины, Дух Святости, Сила Духа. Все эти термины используются в отношении Бога. Многие сегодня ищут крещение, и они желают сверхъестественного или власти. Часто никакое представление о святости или чистоте не сопровождает преследование. Величайшая победа Бога — это не его победа над дьяволом, его величайшая победа. Победа над эгоистичным и нечестивым сердцем невозрожденного человека. Бог должен использовать простоту креста, чтобы убедить нечестивого человека отказаться от своих нечестивых желаний и практических действий у подножия креста, позволяя Богу осуществить изменение внутреннего бытия человека, которое приведет к тому, что леопард изменит свои пятна. На протяжении всей истории эта измененная жизнь была величайшим трофеем для Бога. Многие обвинения нехаризматических лидеров против харизматики заключаются в том, что харизматики просто преследовали власть, они желали ходить с Богом. Эти обвинения чаще всего бывают не такими, а что сейчас считается истинным. Существует много возможных причин отпадения. Самое основное, что люди получили именно то, что искали. Они искали власть, и они получили власть, даже если бы только минимальная сила человеческой души, о которой говорил Вочманни. Многие думали, что они ищут крещение Святым Духом, но из-за их неправильного представления о том, что это значит, они получили только языки. Мы должны помнить, что это крещение Святым Духом. Это крещение будет силой и огнем святой. Огонь Иисус упоминал о сильном желании святости с результатом большей святости в духе, душе и теле. Наконец, последний пункт. Самый большой сегмент христианства, продвигающийся по численности во всем мире, ТЕ, ТИ-4 тонны, движения за посадку церквей и т.д., находятся в нехаризматическом баптистском сообществе. Почему они двигаются так быстро? Я рассмотрю истинные плоды и результаты этих движений позже. В прошлое время наименно пятидесятники двигались и развивались быстрее всего. Что случилось? Баптистские группы имеют простое сообщение, получается рожденную свыше, заставьте кого-то еще родиться заново, повторите. Это оно. Сообщение просто и легко воспроизводится. На это они сосредоточены. Они делают все, что знают. В первые дни Пятидесятницы, начала 1900-х годов, Пятидесятники были баптистами и методистами, с простым сообщением баптистов и методистов. Когда они приняли крещение Святым Духом, они не добавили сложного богословия. Они испытали Бога таким образом, который привел к их желанию выполнить Великую Комиссию таким образом, который дал им обещанную силу для этого. Они сразу же повсюду проповедовали, доберитесь, получите Святого Духа, расскажите другим. Плюс они знали и демонстрировали Божью готовность к исцелению. Эти элементы позволили Пятидесятникам стать самым быстро растущим сегментом христианства в мире. Их церкви продолжали расти, когда все магистральные церкви умирали. Тогда дьявол понял, как замедлить их, если не остановить их. Продолжайте добавлять все более сложную теологию, пока люди не станут настолько смущены тем, что правильно, что они просто будут бояться выйти. Дьявол смог усомниться в своих умах сложными и нелепыми доктринами, что они перестанут двигаться вперед и просто начнут посещать церковь, надеясь однажды понять теологию, чтобы знать, что делать. Многие даже бросили попытку, чтобы понять и просто полагаться на своего пастора, чтобы он думал о них. Каковы были эти доктрины дьяволов? Номер один. Во всех его разнообразных формах. Помазание. Двойное помазание. Прорывное помазание. Помазание прорыва. Помазание Ильи. Помазание Диборы. Помазание Иоанна Лайка Джон Лейк. Я мог бы продолжить список, но, надеюсь, вы поняли эту идею. Возлюбленные, пришло время поверить, что помазание живет в вас. Бросьте попытку получить то, что у вас уже есть. Перестаньте позволять, чтобы шарлатаны продавали вам то, за что умер Иисус, чтобы дать вам. Верьте истине. Делайте истину.